МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это выпуск программы о выходных и для выходных уикенд-навигатор. Мы решили сделать его культурно-просветительским, поэтому сегодня никакого спорта. Предложим только занятия для души и тонкого эстетического восприятия. Благо, афиша позволяет. Сезоны торжественно открылись, и теперь культурная программа просто зашкаливает. Поговорим немного о концертах и театре, захватим приглашения на выставки и мастер-классы. Ну и, конечно же, посмотрим, на что нужно идти в кино. Об этом и многом другом в нашем выпуске поподробнее. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Премьера спектакля «Слуга двугоспод» в исполнении артистов Ивановского драматического состоялась на прошлой неделе. А в эти выходные у зрителей есть шанс посмотреть постановку еще раз. Это удивительно яркая и насыщенная по эмоциональной окраске комедия, в которой задействована почти вся труппа театра. Наблюдать за игрой актеров – одно удовольствие. Спектакль получился музыкальным, свежим и очень современным, несмотря на классические темы, которые в нем поднимают. Тем, кто будет сравнивать «Слугу двугоспод» с фильмом Труфальдина из Бергама, будет чему удивиться. Сравнивать будут, но у нас свое здесь решение. Режиссерская, художника, художника по свету, хореографа. Конечно, фильм не переплюнуть, но сделать по-своему как-то это можно. И вот мы попытались это воплотить на сцене. Два Уилла Смита на одном экране – такое увидишь не часто. Премьеру динамичного фантастического боевика от режиссера Энга Ли уже называют техническим чудом. В центре повествования два героя – 51-летний киллер и 23-летний наемник, пытающийся его убить. Смит-младший – полностью оцифрованная копия человека, сделанная настолько искусно, что персонажи могут вступать в рукопашный бой и ни у кого не вызовет сомнений, что дерутся два человека. Многие наши зрители думают, что роль молодого героя сыграл сын Уилла Смита, но по факту это не так. Создатели омолодили Уилла Смита при помощи современных технологий. Второй момент, на который стоит обратить внимание – это технология HFR, при помощи которой снят фильм. Именно, кстати, из-за этой сложной составляющей технической части сценарий фильма более 20 лет пылился на полке, поскольку эту идею невозможно было реализовать. Критики и зрители хвалят техническую составляющую проекта и отмечают, что 120 кадров в секунду отлично подходят для классических экшн-сцен. Вы создали человека из другого человека и послали меня его убить. Вы намеренно это сделали. Соберись, тебя сдерживает страх. Ты должен перебороть себя. К некоторым мероприятиям готовиться нужно заблаговременно. 24 октября состоится творческий вечер ведущего актера театра Романа Виктюка, заслуженного артиста России Дмитрия Бозина. В наш город звезда приезжает в десятый раз. Со сцены на очередной встрече с публикой будут звучать стихи и музыка. Артист ответит на вопросы зала. Зрителей ждет также тренинг «Хранители тишины». Это занятие для тех, кто хочет разгадать особый пластический способ существования и речи на сцене. И для тех, кто хочет научиться читать театральные постановки и извлекать смысл из движения и интонации текста, звучащего со сцены. Тем, кто еще не успел познакомиться с шоу «Слонов» от Варшавского цирка, очень советуем представление посетить. Вас ждут 2,5 часа качественного шоу. Красивые костюмы, яркие декорации, умелые артисты и четвероногие звезды. Этот цирк подкупает мастерством и драйвом. Сходите обязательно и посмеетесь, и удивитесь. Цирк очень хороший, все хорошо. Артисты очень хорошие, красочные. Дети тоже понравились. Все очень ждут слонов. А так все хорошо. Все нравится. Дети посмотрели. Так все происходит, волшебство. Вот это все. Я сама вот. Непременно нужно заглянуть и в театр кукол. Это занятие принесет удовольствие не только маленьким зрителям, но и их родителям. Оба выходных дня будут идти постановки для карапузов. В субботу пройдет спектакль «Пряничный домик» по мотивам произведений «Братьев Гримм». Сюжет этого спектакля расскажет о Гензеле и Гретель. Пожалуй, это персонажи, известные всем зрителям от мала до велика. А вот поставила спектакль номинант «Золотой маски» Елена Борисова. В воскресенье в театре кукол состоится лирическая комедия про крошку енота для детей от трех лет. Как и любая сказка, это научит ребят доброте и пониманию. Спешите за билетами! В эти выходные юбилейный 85-й по счету сезон открывает Ивановский музыкальный театр. На сцене, конечно же, будет премьера мюзикл «Робин Гуд». Как отмечает главный режиссер театра, это очень необычная, немного детективная история с непривычным для театра опереттой финалом. Зрителей ждет масса сюрпризов и очень много хорошей музыки. «Робин Гуд» – это легенда. Это то, что, может быть, было, а может быть, и не было. Но очень много известных авторов, известных писателей брали эту легенду, переписывали, придумывали свои истории. Мы решили пойти за этими авторами и придумали такой сценографический ход, как будто мы как бы читаем книгу. И все, что происходит на сцене, все герои, они как бы выходят из этих книг. И напоследок еще парочка приглашений. 11 числа в 16.00 руководство Политехнического университета, а точнее кафедра текстильного дизайна, приглашает зрителей в Приволжск. Там откроется выставка Натальи Мизоновой «Авангард и традиции». Будет интересно всем любителям и знатокам моды. 12 октября в 15.00 в селе Новаталице в музее имени Цветаевых будут звучать стихи в честь дня рождения великой поэтессы Марины Цветаевой. Зрители услышат как классические произведения, так и творчество современных ивановских авторов и поэтов. Будет очень камерно и уютно. Вход свободный для всех желающих. И это все, о чем я хотела вам рассказать. Планируйте свой отдых тщательно и успейте за впечатлениями. До свидания и увидимся на городских мероприятиях.